Почему Израиль? Молиться за евреев или игнорировать? Благословлять или забывать об этом народе? Почему Израиль? А почему Израиль? Они что, особенные? Иисус умер за грехи всего человечества? Израиль отвержен Богом Церковь нуждается в пробуждении Нам надо молиться за пробуждение в церкви Сколько можно говорить об Израиле? В мире так много проблем, которые нуждаются в решении молитвы Голод в Африке Коррупция в Европе Молодежные банды В мире так много проблем Израиль? Написано в Библии У меня нет откровения от Бога молиться за Израиль Вот у тебя есть, ты молись Почему так много вопросов? Почему так много споров и мнений? Вопрос заключается в Израиле как в государстве? Израиль Государство на юго-западе Азии Восточного побережья Средиземного моря Было провозглашено 14 мая 1948 года на основании резолюции Генеральной Ассаблеи ООН Согласно декларации независимости, Израиль является еврейским государством В то же время, Израиль является многонациональным и демократическим государством Где наряду с евреями равные права имеют и все прочие этнические группы Вне зависимости от вероисповедания Думаю, что вопрос заключается не просто в том, что Израиль – это государство Маленькая точка на карте мира Но это избранный Богом народ Большинство в своем христиане убеждены, что они являются новозаветним Израилем Так учили отцы церкви Иоанн Златоуст, Святой Августин, а также отец реформации Мартин Лютер Розам Роттердамский, христианский гуманист, современник Лютера Так выразил атмосферу, царившую в ту историческую эпоху в церкви и среди народов, населявших Европу Кому из нас не свойственна ненависть к этому роду? Если ненависть к евреям – это признак христианства, то мы – настоящие христиане Что же говорит Библия об отвержении Богом Израиля? Итак, спрашиваю Неужели Бог отверг народ свой? Никак, пишет апостол Павел в своем письме к римской церкви Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его Вы спрашиваете меня о будущем, сыновимый, и хотите мне указывать в деле рук моих? Израиль же будет спасен спасением вечным Господь Вы не будете постыжены и посорвлены по веку Если для нас авторитетным источником является Слово Божие Если мы видим из Писаний, что действительно нужно молиться и благословлять за Израиль Откуда столько вопросов? Почему это так сложно для нас? Почему мы размышляем, быть ли частью нам Божьего плана или нет? Половина правды – целая ложь Так говорит еврейская мудрость И для нас важно понимать то, что Бог не отверг свой народ Он объединил верующих из языческих народов и верующих из еврейского народа в одно место В тело, которое мы называем Тело Христа Ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно И разрушивший стоящую посреди преграду Упраздним вражду плотью своею Закон саповедей, учением Дабы из двух создать в самом себе одного нового человека Устроя мир и в одном теле примирить обоих с Богом Евреи и неевреи из двух составляют одно тело Две половинки соединенные вместе И если одна составляющая не будет выполнять свою функцию Будет ли это тело здоровым? Или оно будет нуждаться в милостыне и исцелении? Сегодня этот вопрос нужно задать себе И присоединиться к тому, что Господь ожидает от нас Он знал эту тайну, что мы зависим друг от друга Что мы не чужие, мы братья, мы одна семья И как до прихода Мессии еврейский народ молился и Взывал к Богу о других народах Так и сейчас Для нас с вами время молиться за Богом избранный народ Чтобы они возвратились в лоно Отца Молитесь за Израиль, так же как вы молитесь за спасение Родных и близких Так же как вы вызываете за своих матерей и отцов Нам необходимо увидеть в Израиле нашего брата Который пропадал и нашелся Присоединяйтесь к тем, кто уже молится за Израиль Это благословенное время и вы можете участвовать в этом Божьем действии